привет друзья 9 сентября 2019 года сегодня я расскажу покажу как прорастить косточки кизила в открытом грунте но начнем издалека вот в этом пакете в опилках лежат мои косточки кизила пока я их буду отделять от опилок я вам расскажу предысторию значит все вы знаете что кошки сделала туго схожие прорастают они ведь кто не знает два года не знаю как у вас но мне обычно косточки попадают тогда когда высаживать в открытый грунт их уже поздно это обычно ноябрь или декабрь в это время я уже на дачу не ездил поэтому кизил первую стратификацию проводит в холодильнике для этого я беру пакет вот такой насыпаю сюда влажные опилки и убираю туда косточки кизила первую зиму он у меня лежит в холодильнике на полке для овощей там температура плюс 2 плюс 5 градусов вместе с кизилом у меня лежит и слива и любые другие крупные семена которые нужна стратификация весной где-то в мае я привожу этот пакет на дачу и в идеале его можно высадить грунт но такой роскошь я не имею и поэтому все лето он у меня лежит в домике при температуре окружающей среды во влажных опилках в этом году немного не досмотрел и опилки у меня высохли ну посмотрим что получится вообще теоретически семена кизила можно прорастить и за год если у вас есть курица нужно скормить ягоды кизила курицы потом собрать помет вместе с косточками промыть косточки от помета и положительную стратификацию или есть или если есть возможность посолить под зиму в открытый грунт но я думаю что не все имеют курицу также как я поэтому нам этот способ не особо подходит пока я отбираю косточки я покажу вам как я готовлю место под посев все эти семена я буду пластмассовый ящик но у меня суглинистая почва и для того чтобы было легче следующим летом выбирать сеянцы из этого ящика мне надо подготовить почву сделать ее более рыхлый я беру набираю ведро своей почвы и несу эту почву на то место где у меня есть куча опилок в этот раз мелких опилок высыпаю ведро слегка разравниваю и сейчас добавлю приблизительно один к одному мелкие опилки сейчас все тщательно перемешаю в этом ящике сеянцы расти долго не будут и поэтому насчет питания я не беспокоюсь мне главное создать рыхлую почву чтобы было легко потом выбирать сеянцы вместе с корнями заполняю вот такой ящик пластмассовый ящик из-под овощей разравниваю и плотно утрамбовываю ногой теперь этот ящик я принес на грядку куда я впоследствии закопаю а сейчас я размечаю размер ямки начинаю на отмеченном месте выкапывать яму такой глубины чтобы ящик туда не ушел чуть выше уровня почвы который есть в ящике шоковой лопатой выравниваю дно плотно прижимаю ящик и утрамбовываю землю с боку получается что ящик у меня как бы посажен в грядку и в конце хорошо проливаю землю вокруг ящика и сам ящик водой место для посадки косточек готово у меня получился вот такой пакет сколько здесь штук я пока не знаю воду сеять посчитаю напомню что эти косточки первую зиму провели в холодильнике во влажных опилках на нижней полке для овощей при температуре 2-5 градусов тепла пойдем сеять это мой ящик который подготовил и сейчас начнем посев сеять я буду вот так слегка придавливая грунт расстояние пару сантиметров и сантиметров 5 между рядами в ящик вошло 120 штук еще на столько же осталось и осталось все эти семена засыпать опилками у меня крупные опилки мелким я бы не стал так засыпать почему удобно сеять в ящик потому что для весны будет два варианта первый вариант это в начале мая снять половину опилок и оставить его в земле пусть растет а второй вариант это также снять половину опилок достать ящик из почвы и унести в теплицу до июня месяца этим мы удлиним вегетационный период сейчас я это дело еще раз полью теперь этот ящик остается до весны и если семена у вас были хорошие то весной у вас будет вот такой ящик уже с молодыми сеянцами в средине лет его можно было рассадить вот такие семена появляются на второй год после двух холодных стратификаций первая в холодильнике вторая в природе я убедился что лучше природы никто стратифицировать не может так что если у вас есть возможность всегда высаживайте семена в открытый грунт пусть они проходят естественную стратификацию конечно же при условии что этих семян у вас много удачно вам прорастить и вырастить семенцы кизила спасибо всем кто смотрит кому интересно подписывайтесь на канал задавайте вопросы в комментариях впереди еще много интересного удачи удачи